Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы работаем по нашему распорядку Это настолько укоренилось Это не в США Тут нет такого Это все таки Русская Советского Союза Менталитет Людей, которые должны были ходить на работу Все И понятия, кстати, бизнеса Там практически не было Я помню еще те времена Когда начали открываться Как они назывались Цеховики После этого были какие-то другие Но первые были цеховики Это начиналось Я родился в Ростове Вот оттуда, кстати, начиналось Преддверие Кавказа Там люди предприимчивые были Они там были цеховиками Потом это изменило свое название Я уже даже не помню, как это называлось Кооперативы Кооперативные движения Да, и прочее Михаил, да Я просто извиняюсь, что я перебью Я просто продолжаю вот эту вот тему Как раз Есть одно интересное мнение Которое мне высказал человек Такой хороший, глубокий Айтишник, довольно серьезный Вполне довольный своей работой Вполне обеспеченный С хорошими деньгами И он хотел всегда этим заниматься И занимался всю свою жизнь Как-то мы с ним сели однажды под рюмочку И сказал он мне Ярослав, этот мир обречен Я говорю, почему Сергей Не может быть такого Почему он обречен Он говорит, посмотри Сегодня, на сегодняшний день За счет того, что Производство, конкретное производство Все дальше и дальше технологично Все меньше и меньше людей Занято на производстве на конкретном То есть все меньше и меньше Производителей, которые что-то руками делают А все остальные сидят на стак-маркетах И перекладывают бумаги И за счет этого зарабатывают свои деньги Так, Ярослав Я прошу не раскрывать тайны Нет, нет, я не про тайны Я знаю, я знаю Я шучу, но это именно это и есть То есть сейчас идет крен в другую сторону Сейчас всем надоело пахать, ковать, копать Сейчас все хотят стать бизнесменами Качество есть или нет у них Чтобы стать бизнесменами Для этого это надо знать То есть я элементарно могу определить В любую секунду, есть ли эти качества Для этого мне надо знать всего лишь дату рождения То есть мне стало как-то проще Общаться с людьми Потому что, ну вы понимаете Если цифры между собой не сходятся Если человек находится под влиянием Какой-то одной планеты Причем он понятия не имеет Под каким влиянием он находится Он просто этого не знает То тогда, конечно, это довольно сложно И вот человек, который не имеет никаких качеств Начинает идти и становиться селсменом Хотя, кстати, селсменом Это самая высокооплачиваемая работа в мире И самая трудная, безумная Самая трудная Конечно Но селсмены, настоящих селсменов Таких же, как бизнесменов Типа Стив Джабс и Билл Гейтс Их на самом деле очень и очень мало Но вот они-то как раз миллионеры То есть у них, вообще-то говоря Нету какого-то лимита в зарабатывании денег Потому что, особенно сейчас, кстати Это совершенно гениальный вариант Если, конечно, у человека есть качество Зарабатывание денег Это не значит купи-продам Это значит просто пользоваться Теми возможностями Которые предоставляет нам сегодня Наша жизнь Я имею в виду интернет Я имею в виду нетворк Потому что Ленин тоже, кстати, был не скандачка Он говорил, первым делом надо захватить телеграф, телефон Средства массовой информации К коммуникации даже, скажем так Да, совершенно верно Почему? Потому что через это все Можно, ну так сказать, много чего добиться через это Поэтому это совершенно невероятный маркет И гораздо больше и телевидения Сейчас, конечно, людей смотрит много Но, допустим, телевидение уже Те люди, которые пользуются интернетом Они просто не включают, скажем там Ну, кроме, наверное, пожилых людей Русское телевидение, к примеру, здесь было очень развито Так теперь любое телевидение на интернете И даже бесплатно можно получить Я вообще не помню, когда я последний раз включал телевизор Ну, это вопрос другой Я понимаю, что, Ярослав, вы как раз-таки Пользуетесь услугами Не телевидения Да, приходится, потому что, как бы Иногда хочется иметь объективную информацию Но это мы уже в другую тему уйдем Это еще отдельная тема Да, это мы уйдем в другую тему Но мне на этом мы должны остановиться И причина не потому, что у нас время истекает Хотя это тоже имеется Вот это и есть причина Но у нас просто через несколько минут Начинается другая программа Причем эта другая программа Будет не менее интересная Возможно, даже и более интересная Там у нас будет в эфире Очень конкретный и очень интересный человек Мы с ним буквально через несколько минут встретимся Это человек родом из Болгарии Его зовут Тодор Тодоров Это человек, который участвовал в российской битве экстрасенсов Есть, оказывается, такие битвы Ну, это прототип Не прототип, точнее Это последователи битвы Она по-другому называлась Которая началась в Англии И вот там уже прошло 15 сезонов Вот он участник 14 сезона битвы экстрасенсов И он действительно экстрасенс Я с ним беседовал И имел возможность убедиться Во всяком случае, я, ну, как минимум Я смотрел все эти программы И вот он сейчас будет в эфире И беседовать мы сегодня будем о бабе Ванге То есть Ванга Наши русскоязычные радиослушатели Безусловно, знают, кто такая Ванга И почему именно о ней? Потому что, первое, он родом из Болгарии Второе, он у нее бывал И не однажды он у нее бывал Более того, он был даже переводчиком у нее Поэтому очень и очень интересно послушать эту программу И к тому же, что он сказал? Он сказал нашему русскому радиослушателю Или телезрителю Или вообще тот, кто знаком, кто такая Ванга Ну, знакомы мы, естественно, через те самые средства информации Которые не всегда дают справедливую, скажем так, картину Всего происходящего Так вот, он сказал, что По его, так скажем, мнению Ну, чуть ли не 90% Всего то, что мы знаем о Ванге Является неправдой Вот мне так всегда и казалось Очень интересно будет с ним об этом поговорить Ну, и нашим радиослушателям я хочу объявить еще одну приятную новость С нами в течение вот этого следующего эфира Остается Ярослав Беклемишев Поэтому мы будем, так сказать, на троих соображать Вы не возражаете, Ярослав? Ярослав? Ну вот Как только я сказал соображать на троих Он отключился Нет-нет, я немножко завис, но все в порядке Я уже здесь Понятно Ну, да, я вижу что-то там с интернетом То ли у вас, то ли у нас Вы не возражаете остаться с нами в эфире еще на минут 40-45? Да, конечно, я с удовольствием остаюсь с вами Потому что действительно очень тема интересная Прекрасно Тогда я повторю наши координаты Это 847-226-9956 Телефон в эфире и после эфира Это Skype SunGates108 SunGates Солнечного ворота на конце буквы С Это веб-сайт Тройное W SunGatesRadio.com И также SunGatesCenter.com С одним только исключением SunGatesCenter.com Там все на английском языке SunGatesRadio.com Там все только на русском языке И не уходите Через буквально несколько минут Мы вернемся в эфир Где будем беседовать Или соображать на троих Все Замечательно Да, тогда до встречи Ярослав в эфире Договорились Договорились Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok